МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы мы это поняли, как сопротивляться, во что верить, и, может быть, меньше быть романтичными, а реальнее представлять жизнь, это делают те, кто сегодня сидит в тюрьме. От студентского активиста до особистого ворога диктатора, от вязня сумления до нобелевского лауреата, усе свое житте Олесь Беляцкий супростоит силам, які спрабують падавить правы и свободы человека. Йон допомог тысячам беларусов адновить справедливость и оборониться от самовольства незаконного режима. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он один из этих экстраординарных, уменьшительных людей, который отдадает его жизнь на что-то, что он верит в. И он заработал экстраординарный, высокий прайс для его сотрудничества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кали я познайомилась с Олесей, я, конечно, отчуть того, что он кем сегудзе на кшталт нобелевского лауреата, это было нема чума. Зараз, нават, наглядаючись с гэтых часов на минуле, я только могу згадать, як мы танчили у навесным таким шатры, ну, в этом веселле, и пакольки весна была, то вот глеба вся она была такая пау-аттавшая. И кали люди шмат по ее походзили, она стала просто такой гнуткой под ногами, гойдаться, як все равно дрыгва. И я уже для себе подумала, ну, вот, мабыць тадыг, это было нечем знакавым, что продвещало такое жице не за всему стольевое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олесь Беляцкий народился далеко от этничных межа в Беларуси. Олесью народился саправдным беларусом и адраджение национальных каштовностей у Батьковщины стало справой усяго яго життя. Барцьба Олесь за правы человека пачалася, я думаю, фактично с того моменту, кали он пачал размовляць на беларускай мове. С тых часов, я думаю, ягонный шлях уже был прадвызначены. Усё жице Олесь Беляцкого и было, власно кажучи, скерыванное на адраджение Беларуси, адраджение беларушчины, вертание свободы. Вот эта вот идея на Салесе, она мне в первую очередь притягнула дорогой на увагу. Я в этом зацекавилась и сама прониклась интересом. И то, что работала Олесь, я потребовала в те часы, я потребовала всю жизнь. В часу наше знайомство, это 1979 год, Олесь негативно ставился до коммунизма. Его был репрессованный дед, что была несправедливость, забрали коммунизм всю землю. И потом он читал фонтисоветскую литературу, и он бачил ту несправедливость, и бачил ту греблеву ставленную до коммунизма у инших людей. Вацка в свой час был другим секретарем райкома, и когда он мне прямым текстом сказал, что когда ты свяжешь свой лес с Олесьем, то можешь оплынуться в Сибирь. Вот это Сибирь не случайно прогучала, потому что это еще был Советский Союз, и высылки могли быть довольно отдаленными. Угады, когда Беларусь еще была часткой Советского Союза, Олесь стал засновальником и чальцом шматликих диссидентских молодежных организаций, которые выступали супрать коммунистов. Так само и он организовывал мероприемствы, присвеченные памяти о хвяров сталинских репрессий. О першыню Олесь был затриманной еще на при конце 80-х годов, когда начали отбываться первые митинги. Это было невиданной справой для Советского Союза и Советской громадской сцены на той час. И Олесь как раз с родинших был первым заявляльником митинга на дяды. Это первый разгон страшный был, потом разгон и инший был. Это еще было, так сказать, с этого началось. Тогда затримали десяток человек, с тех тысяч, что были. И затримали тех инициаторов, которые подавали заявку Минграды Конкома, которую они задоволили. Мы это накеревали. Уживали слезотечный газ, и Олесь можно это так прожил. Так отримали, что нужно было сказать, что помогут им людям. После дедов много проработали, и он просто решил помогать. И он был таким координатором для сбора харчов, медицинских речей, что она крестена, кому-то и шукал адвоката. И он потом же понимал, что это очень важно. В 1991 году Беларусь стала независимой страной. Но в целом, через три года до власти пришел человек, который позднее стал известен как «опошний диктатор Европы». Ведь что такое диктатура? Диктатура – это малокультурная власть. И ей нужен униженный и духовно, как-то по-белорусски, обрабованный человек. Референдум 1995 года нанес первый удар. Откат до советских символов и тотальная русификация выкликали обурение прахильников незалежности. В 1996 году начались шматлики в уличные акции супер подписания погоднений об интеграции с Россией. И тогда диктатура дала расшучий бой в уличные демократы. Брутальный разгон акций привел до множества затриманий. Мы начались массовые репрессии. И Олесе заразумею, что зараз основным запатрабаваннем будет организовать допомогу тем, кто потерпел, и их семьям. И по сути, с этого года начинается активная деянность Олесе у правообороне. У 1996 годе Олес стал одним из основальников правообороншого центру Вясна. Олес, тот, кто взял и объединял много людей, и изробил то, что про оборона, стало концептуальной такой речью, до которой стали прислуховываться. Это вельми важно было сформировать однодумцев, объеднать людей. Организация Весна, которая сделала очень много для того, чтобы зафиксировать преступления. И этим он занимался годами, и собрал единомышленников, которые тоже это могли делать, и за это платили своим временем, сидели. Так что этот человек очень много сделал для нашего сопротивления. Когда посмотреть на хронологию преследового правообороншого центра Весна, то там каждый год Олес Беляцкий. По выходу из метро затремленный, отпущен. Просто это были такие превентивные затремления, такое наполохание. Хотелось Владом взломать его волю, чтобы мы это затремлили в том месяце и в этом, и просто три месяца затремлили. Ну, это не поплывало на него на дворец, он стал, как кремль. За весь час у Олеса было более за 20 затреманных судов. Но праца весны не спинялась, даже когда он был на сотнях. Олес в этом сенсе працоколик. У него 24 година это праца. И помеж праце, кали есть вольный час, то Олес с книгой. При всем прытым знаходить час на семью, и для меня это было абсолютно натуральным, что он большую частку своего життя, своего дня, как раз отдае праце. Я разумела, что эта праца необходимая, что только так можно нечто робить. И Олес в этом сенсе, он такой достатковый человек, мощный в том плане, что он мог робить одразу некольки справа. Он абсолютно прекрасный представитель от цивильной общественности. Он хорошо образованный человек, он добрый человек, он интересен в литературу, и он живет нормальное жизнь, но он был обсужден к тем неудачам, которые происходят в стране, в котором он живет. Перший раз мы с ним встретились во время премии Сахара в Брусселе. Я памятаю, как он подошел в Вильмі Степли, пожал мою руку и благодарил за работу. Он сказал, Светлана, вы делаете свою работу, вы сейчас голос Беларуси, рассказываете про Беларусь, вы встречаетесь с политиками, а мы будем делать нашу справу, мы будем заниматься политвязями. Это наша профессия, мы занимаемся уже много лет, и не думайте про это. Все, за что он не брал, он примудрался сделать талиновое, по-лидерски, и делал прорывы. Дотичило культурного менеджерства той же самой музейной справы, литература знавчих пошукав, открытия в истории литературы, политической деятельности, такого креативного автора идеи, политических, еще важно пошукать, всяких перформансов и так далее. И оборона правов человека могла бы быть одним из его новых видов деятельности. Он запросто мог стать так само и депутатом парламенту, и в демократичной Беларуси. Напевно, он таким бы был, и застается только разважать, у какой глине он бы там здейснемся, и на який ровень политичнага лидерства уже у дзержаве, и он бы поднялся. Он и есть политик, кто в обороне правов человека. И, в то же время, Олес Бедяцкий всегда был очень впечатлен. И, в то же время, это очень проблематичная ситуация, у нас много вибраций от человеческих правил, он всегда имеет возможность дать надеяться, и inspirировать людей, чтобы мобилизировать, протестировать против этих human rights violations. Протестные акции 1999, 2001, 2006 и особенно 2010 привели до новых репрессий. Вясна активно поддерживала беларусов, которые от них терпели. И это не понравилось диктаторскому режиму. В 2011 году Олес был арештаван и осужден небыто за невыплату податков. Я тоже хотел бы сравнить к чехне диссиденту Вацлав Хавел. Я знаю, что Олес Беллиадский видит Хавел как рольмодел. И я также знаю, что они были много контактов. И, в самом деле, один из последних дектора, что Вацлав Хавел написал в его жизни, был поддержка для Олес Беллиадский, когда Олес был в бобруйске в первом арешт. Мы все были на суде. Мы могли поддерживать Олесу морально. Мы были побач. Политичный заказ был выканан. Олес был осуджен на 4 с половой годы по избавлення воли. Международные правообороншие организации объявили его вязнем сумлення и потребовали неоткладного вызволения. Акции солидарности проходили по всем свете и простры с половой годы избавлення Олес вышел на свободу по амнистой. Несмотря на неспынный тиск, сразу после вызволения он протягнул працу по обороне правов беларусов. За этот час Олес стал лауреатом шматликих прэмий, которые означали огоны унесок упрасовывания правов человека. А в 2020 годе в Беларуси начали самые масштабные протесты супрэть сфальсификованных выборов. Олес неровные на кольки улада пошла на конфронтацию и выбрала больше жесткие методы уздения на людей. Эти методы уже тогда показали, что силы неровные и силы нажали на боку тех, кто имкнется утромать уладу в своих руках. Мы вышли на марш как на праздник, но не представляли, с чем мы столкнулись. Я думаю, что такие люди, как мы, мы оказывали сопротивление. Этот дух сопротивления, он чувствовался в каждом из нас. Я всегда говорю, несмотря на то, что революция не победила, герои революции есть. Вот они и герои революции. Тебе Беларусь! Тебе Беларусь! Пропановили ему съехать, это зрозумело бы уратовало его отшмат таких тяжких выпробований. Але у Олесина в этот конд было свое меркование, он выезжал за межо, але каждый раз вертався, потому что вины за собой не отшивал. Это по-перше. По-другому, к тому часу были уже арештованы его коллеги с весны. И он лечил себя морально отказанным за их. Как мне сказал, я не удивляю, как я поеду зараз за межо, будь там находиться свободным, а мои коллеги будут сидеть у вязницы. Для меня это просто немог мая появится. Я памятаю, что он сбирался назад в Менске, я пыталась, а ему не страшно, и он сказал, что не боюсь, а я не боюсь. Это разом пераслед настолько глобальный, что не смотря на открытый суд, там мало кто мог на сам речь присутничать. И я думаю, Алесь разумел, чому так сделано. Это снова таки додатковый тиск. При небыто таком выгляде, что ну кали ласка приходьте. Судовая поседжа не открытая. Когда суду и его выники были предсказательные. Вырок вельми жесткий. Но когда смотрят на присуды в сегодняшней Беларуси, так есть и горшые, вельми великие термины до 25-ти годов. Беляцкому и его коллегам правооборонцам Валентину Стефановичу и Владимиру Лапковичу дали ответ на 10, 9 и 7 год сняволинья. Стефановичу Мы сделали в Веленшуке для того, чтобы имя Олеся было на слуху, для того, чтобы все-таки памятали про то, что происходит сейчас в Беларуси. Люди, которые сидят в турмах по политических мотивах, им относятся на шмат горшим к другим вязням. Людей катуют голодом, холодом, не оказанным медицинским допомогом. Их сбивают, их пытают. И, на жаль, мы уже поховали некоторых политвязням, сирот, яких и Витоль Тажурак, и Олесь Пушкин, выбитные беларусы, яких веровали первым свою свободу, а потом своим життем для новой незалежной краины. Верогодно то, каким чином утрымливали Олеса под час судового процесса, в кайданках его за этими кратами, как наизлейших злочинцов, подобных уладов. Верогодно это есть певный сигнал, сигнал сухольности. Им будет жесткий присуд и жесткое обходжение. А еще другие посылы, что все ваши заходы и решения для нас ничем таким источным и важным не заявляются. Кали Беляцкий еще находился у СИЗА, и он стал лауреатом Нобелевской премии МИРУ. У Знагороду отримала его неоженка Наталья Пинчук. Это была очень честная борьба, и я думаю, что награда, она долго искала героя, но она все-таки его нашла, и это очень справедливо. Ну, каждый год, когда мы выбираем, кто будет получать премийский прайс, это результатом длинного процесса. Мы анализируем, что в мире выглядит, и что является реализованным для этого года, когда мы выбираем премийский прайс. И в прошлый год, 2022, это была ситуация, глобально, где демократия на деклении. Авторитарные лидеры взяли в Европе, и в многих других странах, и Европа была в борьбе. И это когда мы обнаружили, что цивилизация действительно такая сильная фактор для демократии, против авторитарных лидеров, против борьбе, и есть индивидуалов, которые готовы к стандарту против диктейтеров. Алис Бьяльяцкий является одним из них. Ничто не зможа спынить прагу людей доволи. Тут зараз у турме уся Беларусь. Сидят журналисты, политологи, профсоюзные лидеры, сирот их богата моих знаемых и сяброу. Суды працуют як конвейер. Осудженных развозят по колониях, а новые хвалы полезневоленных займают их местом. И мои думания были так часто на Алис Бьяльяцкий. И я пытался представить, что он сидел в доме, в текущем, и это было, для меня, настолько интересные моменты, после мы объявили прайс, и я спросил, выясняется, алис и есть информация на строй. И я ответил, что вы не знаете. И это был молодой беларусьский человек в сцене. И он выбрал телефон, и сказал, что он получился информацией. Это все область в книге. И это показов нас одну вещь, что нет силы более сильного количества, чтобы абсолютно исключить свободу ваших думать. Слово-говора всегда влезет, даже в конкретную прозрачность. На сегодняшний день его отправили у Горки. Этап у Горки был достаточно долгим и тревожным. Почему? Потому что после этого целый месяц я не отрабатывал никакой информации, никаких листов от него. И только 10 раз в месяц начали его истить листы. Инша справа, что сейчас коммуникация еще належным чином не отложена, потому что я от него листы отрабатываю, и он моих листов еще не отрабатывал неводного. Ведомо, что он працует на древопрацовщем предприемстве. Какая декладно там у его працов сказать тяжко? Конечно, она может многих сломать. Но я как-то не так часто слышу о том, что люди сломались. А уже что касается таких людей, как Маша Колесникова, как Олесь Беляцкий, как Шаренда Панасюк. Нет, эти люди сделаны из своих убеждений. Один, что я ведаю, в какой камере он знакомится. Потому что, когда ты относишь передачу, вот этот номер камеры записывается на вот этих листах. И я распыталась у тех, кто мог ранее сидеть в этих камерах, то сказали, что это полпадвальное помешкание. В этом сенсе я разумею, что умовы в таком помешкании не могут быть нормальными для находжения человека. Гэта система танкерована на то, чтобы забивать людей повольно. Что это означает? Это значит, доводить людей до поступовой неухильной страты здоровья. Будь то здоровый человек – это тяжкие умовы в упрабывании для них, будь то хворы. Зразумело, что с годами мы все маем хворобы, разного к плану, и хроничные, и онкологичные, и так далее. И все это, зразумело, там не лечится. Особливой медичной допомоги людям не оказывается. И мы уже ведаем про некоторые смерти, которые отбылись в заключении в Беларуси. Поэтому это, скажем так, забойство растягнутое в часе, такое сховано от людских вачей, и оно отбывается что годинно, что денно каждый месяц. В четырех стенах отрезаны от родственников, от информации, от знакомой обстановки, то ты всегда чувствуешь, конечно, себя очень одиноким. И когда на тебя давят стены, когда за решетчиной окнами практически не попадает свет в камеру, все это оказывает психологическое давление на человека, и перенести это все достаточно тяжело. Как мы знаем, после того, как Алис Биалиадский был признан, ситуация не стала лучше, она стала плохим в Беларуси. Он был убранным, он был убранным, он был убранным, на правильных правилах, и нюклеарные оружия, according to sources, сейчас были нарушены в Беларусь. Как вы стадитесь против такого развития? Ну, быть активным в общественной общественности для вашей причины. И я также уважаю его жену, Наталья, который был замечательным в АЛЕС. Он сказал, «Снай ему литер». Он любит литер. Он любит литер. Он любит литер. Он любит кота. Вы можете отправить картинку на кота, и если 100 литературы были отправлены, он может получать 10. Но я думаю, что это сделает такую отличие для АЛЕС лично, и для руководителей. Это будет действенная демонстрация. Он не забыл. Пока мы распространяем все наши политические преступления, пока мы вернемся к нашей independенции, не будет свободы в Беларусь, но и в целом регионе. Я думаю, что это важно никогда не быть слегка. Мы должны говорить о том, что происходит в Беларусе. Мы должны распространять слово. Мы должны сделать различные типы солидарительных действий, показывать не только политические преступления, но и их родственникам. Мы не забываем о репрессии в Беларусе. И мы никогда не забываем о нем, так как оно происходит, и так как регионе ограничивает человеческие правила. По-перше, просто, да, со своих беларусов хотелось обзвернуться и сгадать те часы 20-го года, когда мы все очували единство, когда все очували поддержку одного. И в те часы народился вот этот лозунг «Беларусь, беларусь, беларусь, беларусь». Нехай так и будет далей. Трымайте и потребуйте каждый один одного на своем месте, где бы вы не находились – те в Беларуси, те за международными Беларуси. Что касается политиков, то они должны доносить проблемы наших беларусов, политвязью, доносить до политиков других стран, для того, чтобы там принимались определенные меры и заходы, для того, чтобы исполнить этот террор супраць властного народа в Беларуси. Не может быть Беларуси без демократии и не может быть права человека без независимой Беларуси. Мы переможем! Живи Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok